доброго времени суток вы на моем канале дом 2 котиков меня зовут татьяна я хочу сейчас посмотреть такой вопрос который очень часто мучает многих да я хочу посмотреть что думает обо мне мой партнер что он обо мне думает баба с девочек чаще все таки вопросы мучает поэтому мы будем смотреть отношения мужчины женщине и даже так вот делаем распада вокзал для двоих популярнейший расклад если чувство действия дал обычно показывает партнеров отношения для женщины старого мужчины женщина мысли и женщины по отношению к своему партнеру и мужчины мысли чувства есть мы будем смотреть что между вами на смотрите и тут явно между партнерами отношения да они не прекращены но тем не менее между партнерами явно произошла ссора люди поссорились люди не поддерживают на данный момент общение люди не поддерживают связь женщина очень тяжелые мысли у женщины очень тяжелые чувства ощущение такое да что женщина в партнерстве в этом нам училась женщина что женщина от этих всех ссор вот это всего происходящего очень сильно устала женщина очень сильно issuing от всего происходящего да то есть женщина сильная женщина мощная женщина очень сильный мужской энергетикой и такое здесь ощущение что на самом деле в этой паре мужчина ниже не мужчина а женщина здесь занимала роль мужчины и причем достаточно долго и женщина на такой степени от этого устала что в общем то она хочет отношения прекратить причем я не удивлюсь если инициатором ссоры здесь было именно женщины здесь были сказаны женщиной очень резкие очень тяжелые слова в адрес мужчины мужчина вплоть до того что за мужчина очень обиделся очень расстроился но есть одно но мужчина эти отношения прекращать не хочет я вам даже больше скажу мужчина скоро попытается выйти на связь с вами связаться причем скорее всего это будет виртуально он сам ногами не придет не приедет он вам напишет либо он вам позвонит потому что он очень надеется на возрождение этих отношений потому что он испытывает к вам какую-то так очень сильную привязанность он хочет с вами отношения наладить причем да действительно ногами он к вам не пойдет он сначала выйдет на связь либо в сетях либо он вам позвонит я могу здесь что сказать что женщина на мужчину была обижена под праведливостью абсолютно справедливости потому что мужчина здесь не подавать мужчина мужчина такой достаточно трусливый человек мужчина постоянно находящийся в каком-то выборе я не удивлюсь либо любовный треугольник а был любовный треугольник давайте спросим да тут найти как было здесь даже если физического контакта мужчины другой женщины не было она была такая такой импульс сторону другой женщины было желание быть другой женщиной было желание сексуальной связи с другой женщиной и очень сильное было желание здесь в мыслях совместить двух женщин до чтобы вот основная женщина была с ним да но чтобы еще и любовница было может быть даже этой бы то что я как бы близости здесь именно не вижу но я вижу что здесь мужчины это не получилось но я так думаю что скорее всего вы об этом узнали женщины смотрят по об этом узнали потому что мужчина сам себя мужчина представляет сейчас я вам расскажу каким сам себя мужчина представляет таким таким солнышком у я не здесь мужчина к нас смотрите какой пришел мужчина высокого роста мужчина скорее всего огненного знака на скорее всего конечно сто процентов на скорее всего огненного знака мужчина который очень любит заниматься самолюбованием скорее всего вы много раз его заставали за тем что он Стоит перед зеркалом, сам себя очень внимательно рассматривает, сам с собой любуется. На самом деле мужчина не испытывает глубоких чувств ни к кому вообще. Мужчина не женатый. Скорее всего, у вас кто смотрит, скорее всего, официального брака у вас не было. Мужчина и сейчас не находится ни с кем в паре, несмотря на то, что между вами какой-то, возможно, разрыв произошел до конца, не до конца, у кого как. Пауза какая-то, я вижу, что между вами пауза. Пауза не закрыта. Ну, там женщина больше закрывается. Женщина вообще готова эти отношения прекратить, и она хочет все взять в свои руки, под свой контроль, потому что мужчина, несмотря на то, что он высокий, физически сильный, развитый, мужчина интересный, скорее всего, мужчина огненного знака зодиака, мужчина страстный. Но страсти, это именно, скажем так, я бы назвала это страстью к самому себе, потому что мужчина любит именно самолюбованием заниматься. И то, что женщина его послала, я вижу, что здесь, да, послала, так справедливо, послала, хорошо так послала. Не удивлюсь, если дверь перед носом закрыла, да, заблокировала где-то в соцсетях, потому что закрытость полнейшая здесь идет. И мужчину это очень сильно коробит. И вернуть вот это все, вернуть общение с вами, он хочет именно потому, что его вот это вот, выщелкнули его по носу, его это покоробило, ему это не понравилось. И он сейчас сидит и думает, как так, меня такое солнышко, такую звезду, такого красивого мужчину, интересного, да, как вот меня послал. Как так? Как так? И здесь поведение у мужчины, скорее всего, поведение, характерное для женщины именно. То есть, когда вот девочки обижают, мужчина обидчивый, скорее всего. То есть, там, как говорится, слова не искажены, но к ним в одно место палкой, да, то есть моментально сразу обиды, сопли, слюни. Потому что мужчина здесь такой, я бы не сказала, что он совсем плохой, что он прям совсем какашка. Нет, он где-то может быть и неплохой, сентиментальный, скорее всего. Собачьих котиков жалеет, такой вот очень, да. Да, но безответственный, отказывающийся взять на себя ответственность, именно настоящую ответственность за семью, да. Здесь вот, скорее всего, здесь вот несколько причин уже, я сейчас вижу, да, открывают мне другие еще причины. Что женщина-то, в общем-то, его так шугануло неплохо. Именно потому, что, да, тут отказ от ответственности за семью, отказ принимать какие-то важные, серьезные решения. Девочка, не мешай, пожалуйста. Принимать какие-то важные, серьезные решения. Тут самое любование сплошное, сопельки и все. Все, на этом все. Да, мужчина может сколько угодно говорить о том, что я тебя люблю. И, скорее всего, да, он какие-то там нечувства, да, потому что я сильных чувств здесь не вижу. Я чувствую, со стороны женщины к мужчине тоже, да, это не вижу совершенно. Давайте вообще посмотрим женщину тоже. Ну, женщина, кстати, считает себя победителем в этой ситуации. Но, тем не менее, да, все-таки вам страшно. Но все-таки вам страшно, да, что так получилось, что такая ситуация. Но, смотрите, вы сейчас понемногу... Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, нашу Еву. Она очень общительная, да, потому что мама занимается важным делом, она решила помочь. Да, вот, вот, а Ева решила помочь. Давайте, немножко посидишь. Ну, сами понимаете, да, у каждой ведьмы должна быть черная кошка. Давайте мы с вами продолжим. Значит, смотрите. Значит, женщина в этой ситуации победитель. Хотя сейчас, в данный момент, вам очень страшно. Потому что вас страшит неизвестность. Но то, что вы сделали, вот, разрыв с этим человеком, разрыв с этим человеком – это ваша маленькая победа. Я даже сказала, не маленькая. Это большая ваша победа. Это большая ваша победа, которая приведет к чему. Да, вы правильно сделали, еще раз подтверждается. Здесь вы нашли в себе силы. Вы очень сильная женщина, очень сильная женщина. И смотрите. Я вам сейчас немножечко, да, в кадр не попадает. Вы в результате этого получите то, что вы хотели всегда. Потому что я вижу, что здесь было желание семьи. Было желание не только семьи, но вы думали, что через этого мужчину вы получите какое-то ощущение внутренней наполненности. Но вы его не получили. Но вот расставшись с ним, вы его получите. Вот как это будет, да, работать? Давайте спросим. Причем достаточно быстро. Очень быстро вы его получите. Это ощущение. Потому что смотрите. Другой мужчина придет. Да, здесь знаете как? Здесь другой мужчина к вам придет. Да, то есть смотрите, как вы этого выгнали, другой мужчина к вам придет. Не исключено, что это будет мужчина из прошлого, который захочет к вам вернуться. Скорее всего. Вот не это, другой мужчина из прошлого к вам постучится. И вот тут уже, вот тут уже дайте ему шанс, потому что тут скайп, ну тут уже будет брак. Вот тут уже будет брак. Вот тут уже, да, все получится. Потому что вот этот мужчина, да, он к вам будет стучаться. И чем дело кончится. Вот, смотрите. Дайте шанс человеку, который захочет к вам вернуться. А здесь что будет? Сейчас я с этим мужчиной. Вот он вам позвонит, как вам действовать. Ну здесь знаете как? Мужчина, вот таким, как вы бы хотели, чтобы он был, да, он, ну не станет он для вас. Не станет. Потому что это для него слишком сложно. Его нужно оставить в покое, его нужно оставить в одиночестве в полнейшем. Пусть он там и остается. Потому что ему лучше быть одному. Потому что чего-то какой-то такой наполненности и целостности нет, в нем не будет. Потому что очень нетрелая личность. Для семьи и прочего он не готов. Потому что он не мужчина, он внутри женщина. И пока он этого не осознает, то есть он осознает, будет работать над собой. Ну, вы знаете, как тут еще и другие женщины в голове. Тут, в общем-то, у него ничего в голове нет, никакой работы над собой. А здесь только другие женщины. И смотрите как. Для него это огромнейший урок. Вот если он пройдет этот урок, из него что-то получится. А не пройдет он этот урок, да, он навсегда вот так вот и останется обидчивой соплиникой девочкой. Простите, да, если я очень редко говорю. А у вас есть все шансы стать счастливой, но другим человеком. Вот так. Здесь вот так. Что, я вас благодарю всем за внимание. Вот, я была рада, если я смогла вам чем-то помочь. Не бойтесь. Да, вот здесь, знаете, как идет, вот просто колону перевернула. Здесь смотрите, как идет. Вы в плену своих страхов сейчас находитесь. Отпустите все свои страхи, да, и у вас будет брак, у вас будет действительно жизнь та, о которой вы себе мечтали. Единственное, что отпустите свои страхи, совершите этот переход от страхов к надежде на будущее. У вас действительно все получится. Вы сильные женщины, у вас все получится. Ну что ж, всего доброго. Я всем желаю счастья. Если кому-то надо, обращайтесь за личными консультациями. Я принимаю и лично, и онлайн. Еву, мы рады видеть ваши ноги. Вот, я принимаю и лично, и онлайн. Я буду рада со всеми с вами пообщаться. Лайки, комментарии приветствуются. Есть желание поблагодарить меня небольшим донатом. Я буду вам очень признательна. Всего доброго.